Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новый кубик из линейки MGC. Кубик называется MGC Evo, и он интересен тем, что в данном кубике используются технологии, заимствованные из других брендов, из других более дорогих кубиков. Например, здесь используются технологии от кубика GAN 12 Maglev, от кубика Waylong Maglev, причем здесь технологий Maglev нет, но тем не менее, регулировка магнитов, устройства внутренних элементов, гайки используются такие, как в других более дорогих кубиках других брендов. Так что давайте посмотрим, что же такое MGC Evo и чем он так примечателен. Перейдем к обзору. Кубик MGC Evo. Давайте посмотрим на коробку. Здесь у нас написано MGC, MGC Evo, 3х3 кубик. Здесь у нас логотип бренда. Если кто не знает, MGC производит компания YJ. И давайте его распакуем. MGC. Здесь у нас аксессуары для кубика. Давайте сразу на них посмотрим. Упаковано красиво. Упаковано красиво. Здесь у нас бархатная подкладка. Она снимается, когда вы пытаетесь извлечь аксессуары, потому что она приклеена к аксессуарам. Но в целом выглядит довольно необычно, потому что я не помню, чтобы кубики упаковывали в бархат, если бы она не оторвалась. Сразу, кстати, бросается в глаза то, что у нас пластик не совсем белый, немного желтоватый. Это сразу бросается в глаза. И в целом это выглядело бы интересно, если бы она не снималась. Потому что я не помню, чтобы кубики действительно упаковывали в бархат. У меня вместе с кубиком в наборе идет волос. Последнее время всегда идет волос. То есть он не наверху лежит, он внутри лежит. Последние 3 или 4 кубика я распаковываю, и внутри лежат волосы. Это очень странно. И еще интересно то, что я не помню, сколько стоит этот кубик. Все дело в том, что я заказывал где-то полтора или два месяца назад. Заказывал его с другими головоломками. И сколько он стоит, я не помню. Поэтому буду оценивать его максимально объективно. Я не буду сравнить его ни с дешевыми, ни с дорогими кубиками. Я понимаю, что он стоит приблизительно полторы-две тысячи. Может быть максимум две с половиной тысячи рублей. Поэтому давайте максимально объективно на него смотреть. Посмотрим, что идет в наборе. Мешочек. Мешочек похож на тот, что идет с кубиками GAN. Но тем не менее, вот эта наклейка мне прям не нравится. Вот этот принт. Он дешево смотрится. То есть мешочек классный, хороший мешочек. Бархатный. Да, приблизительно такой же, как у GAN. Кто еще идет в наборе? Отвертка. Очень похожа на ту, которая шла в наборе из GAN 11. Но единственное, что это потолще. Что еще? И все, дальше уже по-моему инструкции только. Какая-то карточка. Стандартная инструкция YJ. И какая-то инструкция от кубиков MGC. Да, здесь рассказывают про то, как будет регулироваться этот кубик. Кстати, кубик из матового пластика. Он хороший. Но при этом он намного менее контролируемый, чем Waylong Maglev и чем GAN 12 Maglev. Но при этом он очень хороший. Мне нравится этот кубик. Прям неплохой. Вот так звучит не сухой кубик. То есть да, здесь GAN 12 Maglev. Здесь он щелкает за счет магнитов. Но тем не менее, нет шершавого звука. А здесь немного шершавого звука за счет того, что кубик сухой. Waylong. Но тем не менее, кубик отлично вращается. Пластик немного дает желтизной. Не сильно, но это немного есть. На камере не так передается. Возможно, он дает желтизной за счет праймерии пластика, который находится внутри и немного просвечивает. Давайте вместе с вами сейчас посмотрим, сколько стоит этот кубик MGC Evo. И вот он. 2310. В принципе, я практически угадал. Я думал, что он стоит максимум 2,5-2310. И, кстати, уже неоднократно рекомендовал магазин ZC Store. Я сам регулярно пользуюсь. Здесь очень удобно смотреть новинки. Покажу вам небольшой лайфхак. Открываем раздел новинки. И вместо популярной нажимаем новинки. Да, нам покажут самые новые кубики в этом магазине. Хочу заказать для обзора Crazy Magic Tower. У меня есть обычный Magic Tower. Я его купил. Но пока обзор не делал, хочу вот, возможно, эту заказать. И потом уже сделать обзор сразу на две эти головоломки. Давай в корзину. Изначально кубики MGC были практически полными копиями кубиков других более известных брендов. Если не ошибаюсь, первый MGC был практически полной копией Valk 3 Power M. При этом гайки были очень похожи на гайки от Gana. Давайте посмотрим, какая здесь технология используется. Потому что я уже по регулировке понял, что это очень напоминает Waylong. То есть не только в Waylong такая технология используется, но тем не менее, очень похожи. Теперь посмотрим на гайки. Потому что я подозреваю, что гайки здесь будут приблизительно такие же, как Gana. Давайте посмотрим. И я не удивлен. Гайки очень похожи на те, которые используются в Gana. Так, нам, по идее, нужна инструкция для того, чтобы понять, как она разбирается. Потому что в Gana нужно просто повернуть, а здесь как-то, возможно, более сложно. Отвертка нам нужна для того, чтобы регулировать магниты в ребрах. А здесь нам нужно просто что-то повернуть пальцами. Здесь на китайском, здесь на английском. Так, это регулируется уровень натяжения. Мы пальцами будем поворачивать, регулирует жесткость кубика. Очень похоже на систему в Waylong, но здесь для этого нужен специальный ключ. Здесь ключ не нужен, но, в принципе, щелкает так же. А теперь как его разобрать-то? Наверное, нужно надавить и повернуть, как в Gana. Потому что я пока не понимаю, как его разобрать. Сделать максимально расслабленное положение, наверное, на нолик. Так, почему здесь в инструкции об этом не говорится? Как его разбирать? Больше инструкций по ссылке. Ладно, сами разберемся. Давайте я его разберу классическим способом. Этот кубик прям бюджетная версия Gana. Прям бюджетная версия Gana. Потому что в Gana используются соты. Здесь, ну, что-то типа сот. Ромбики, либо квадратики. Очень похоже. Прям максимально похоже. Только выглядит довольно странно. Здесь прям по всей поверхности не нанесены эти квадратики. И, конечно же, пластиковая крестовина, как и в кубиках Gana. В данном кубике крестовина с магнитами, но, тем не менее, кубикам тоже пластиковая. И говоря про соты. Как они выглядят на Gana и как они выглядят на MGC. Гайка MGC с пружинкой внутри, как в старых Gana. При этом регулировка такая же, как в Weylong. И, по сути, делает этот кубик мутант. Здесь технологии со всех других кубиков. От Weylong, от Gana. От Valk 3 Power M ничего уже нет. Ну, потому что это старый кубик. Но, тем не менее, максимально странный кубик. Здесь технологии со всех кубиков. Гайки, соты, крестовины, как в Gana. Магниты и система регулировки гаек такая же, как в Weylong. Это максимально странно. Это просто очень странно. То есть, по идее, да, это хорошая технология, которая хорошо работает в других кубиках. Здесь они, в принципе, тоже работают. Почему бы им не работать? Но все равно это очень странно. Чтобы собрать кубик, ставим центральный элемент на место. Теперь нужно поставить гайку и как-то повернуть. А, возможно, здесь как раз-таки тоже отвертка нужна. Нет, отвертка будет проваливаться. Поставили. Теперь нужно надавить и провернуть. Я не понимаю, как это поворачивать. Просто-напросто у нас не за что зацепиться для того, чтобы повернуть эту деталь. Она прокручивается в пальцах. Мне придется все это разобрать, поставить центральный элемент и потом заново собирать. Только вот так вот его, по-моему, можно собрать. Во всяком случае, в инструкции про это не говорится. Вот все, что я могу сделать, это собрать его вот так. Кстати, он сейчас очень сильно расслаблен. Давайте отрегулируем его. Давайте пробуем его затянуть максимально. Но не сильно заметно. Нужно остальные стороны тоже регулировать для этого. Перед тем, как мы подведем итоги по кубику, я хочу посмотреть, сколько стоит Weylong Maglev. Я его покупал не так давно, но, тем не менее, я вообще не помню стоимость. Weylong Maglev 2760. Этот кубик стоит немного дешевле. Я бы порекомендовал добавить чуть-чуть совсем и купить Weylong Maglev. Мне этот кубик понравился намного больше, чем MGC EVO. MGC EVO сам по себе хороший кубик. Но если бы он стоил на 500 рублей дешевле, тогда он стоил бы практически на 1000 дешевле, чем Weylong Maglev. И стоил бы покупать MGC EVO. Но здесь для меня выбор очевиден. Я лучше выберу Weylong Maglev. Это кубик очень хороший. Он очень хороший кубик. Конечно же, ГАН-12 вообще идеальный кубик, на мой взгляд, на сегодняшний день. Но, тем не менее, Weylong Maglev это отличный кубик. Давайте, кстати, посмотрим, как регулируется магнит, потому что мы с вами даже это не проверили. Он довольно легко регулируется. Когда мы вращаем, у нас магнит либо опускается, либо поднимается. Соответственно, расстояние между двумя соседними магнитами либо увеличивается, либо уменьшается. И так они будут притягиваться сильнее, либо слабее. А знаете, что еще странно? Я сейчас вспомнил, что в ГАН-12 Maglev стали использоваться темно-синие мешочки. Здесь у нас тоже темно-синий мешочек, правда более темный. Материал практически одинаковый. Более того, давайте посмотрим внутри. Вот так выглядит MGC EVO. Вот так выглядит ГАН-12 Maglev. Почему так? Я не знаю, но они абсолютно одинаковые. Они просто одинаковые. Единственное, что здесь мешочек чуть побольше. Также у нас отвертка. Вот она. Отвертка такая же, как ГАН-11. Единственное, что в ГАН-11 она немножко поаккуратнее была. Не было вот таких заусенцев, и она чуть тоньше была. В итоге в этом кубике гайки как в ГАНах, крестовины как в ГАНах, соты как в ГАНах. При этом регулировка центральных элементов как в Вейлонгах, и регулировка магнида как в Вейлонгах. Просто если сравнить два вот этих кубика, они абсолютно разные. В них практически ничего общего. Ну то есть, да, это кубики Рубика, но тем не менее технологии все абсолютно разные. В этом кубике технологии немного отсюда, немного отсюда, немного от ГАН-11. И в итоге у нас получается какой-то мутант, который вроде бы неплохо вращается. Да, в принципе действительно неплохо. Но тем не менее это максимально странно. Подводя итоги, могу сказать, что кубик сам по себе неплохой, но я бы рекомендовал уже немного добавить и взять Вейлонг МакЛев. Все-таки разница не такая большая, но в Вейлонге используется технология МакЛев, плюс сам по себе кубик немного лучше вращается. Регулировки практически аналогичные, поэтому я бы рекомендовал МакЛев. Но тем не менее, кубик в любом случае неплохой. А вам надеюсь понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой лайв-канал. Ссылка на него есть в описании. Также в описании ссылки на мои дзен-каналы. Там есть полная копия канала Алексея Якушечкина, который вы сейчас смотрите. Полная копия канала Якушечкин Лайв. Также в описании будет ссылка на мой телеграм-канал. Мы там общаемся с подписчиками. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать мне в телеграме. И с большой вероятностью я отвечу на ваш вопрос. Ссылка на телеграм будет в описании. Рекомендую подписаться. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо за просмотр.